Владивосток готовится к очередному марафону. Международный ледовый забег Владивосток Айсран уже во второй раз состоится в Приморской столице. Традиционно сотни участников будут преодолевать различные дистанции по замерзшей бухте Новик вокруг острова Русский. Еще в начале 2016-го морозный забег произвел фурор как во Владивостоке, так и за его пределами. Тогда зарегистрировались профессионалы и любители бега из 15 регионов России, а также из Нидерландов, США, Китая, Японии и Кореи. Как и в прошлый раз, в 2017-м бегунов ждут три дистанции – 5, 10 и 21 километр, а также скромные 500 метров для детей. Безопасность участников обеспечат МЧС, УВД и другие службы. Каждого зарегистрированного к тому же застрахуют. Для большей мотивации организаторы обещают призовой фонд в 300 тысяч рублей, который поделят первые тройки в каждой дистанции. Регистрация на участие в забеге официально стартовала. Испытать свое тело холодом и беговыми нагрузками можно будет уже 25 февраля. Успеть подать заявку нужно не позже, чем за пять дней до старта соревнований. Поклонники маунтинбайка со всего Приморья устроили последние в этом году соревнования во Владивостоке. Любители велоспорта и приверженцы активного образа жизни участвовали в традиционной эндуро-велогонке под названием «На призы Деда Мороза». Старт безумных заездов находился на сопке лесного массива «Варяг». Гонка оказалась уже шестой по счету. Как отмечают организаторы, несмотря на зимний мороз и толстый слой снега, велосипедистам всегда интересно испытывать на себе скоростной спуск по такой необычной трассе. В этом году результат в гонке определялся по сумме времени четырех заездов по разным участкам. Спортсмены, показавшие лучшее время, и получили те самые призы от Деда Мороза. В этот раз ими стали плюшевые игрушки в виде символа наступающего года – «Красного петуха». Руководство футбольного клуба «Луч Энергия» наконец-то определилось с кандидатурой наставника основной команды. Им стал, как и ожидалось, Константин Емельянов, ранее занимавший в «Луче» должность старшего тренера. На новом посту он сменил Сергея Передню, контракт с которым закончился еще в конце ноября. Стоит отметить, что это уже второе официальное назначение Емельянова на эту должность. Впервые он руководил командой в сезоне 2012-2013. И, надо признать, весьма удачно – именно под его руководством «Желто-Синий» стали чемпионами зоны «Восток» и завоевали путевку в ФНЛ. Напомню, что и в этом сезоне Емельянов в отсутствии «Передни» вывел «Тигров» со дна турнирной таблицы. И сегодня «Луч Энергия» занимает девятую строчку чемпионата. Сейчас «Желто-Синий» находится на зимнем перерыве. Свои следующие матчи с новым наставником наша команда проведет только в марте. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом.